В Верхней Волжии началась выдача бесплатной школьной формы для детей из многодетных, опекунских и приемных семей. Первым муниципалитетом Тверская швейная фабрика уже отгрузила комплекты для учащихся. О том, как прошла примерка готовых изделий в областном центре, мы рассказываем в следующем материале нашего выпуска. Одними из первых получают форму учащейся средней школы номер 53. На Тверской швейной фабрике примерили форму дети из больших семей Ирины Васильевой и Марины Веселовой. Они высоко оценили модели, ткани и качество пошива. Форма сшита по размеру, именно по тем меркам, которые мы сдавали своим классным руководителям. То есть мы измерили детей, сделали небольшой припуск на лето, и в итоге у нас все подошло. У нас в семье пятеро детей, поэтому такая поддержка, она очень ценится нашей семье. Это действительно большая экономия. И на вырученные деньги, на экономленные, мы планируем закупить зимнюю одежду. Бесплатная форма – хорошая подспорья для семейного бюджета. В комплект для мальчиков с третьего по одиннадцатой класса входит галстук, три сорочки, белые, две голубые, пиджак и брюки. Для учащихся первых третьих классов добавлены еще одни брюки. В комплект для девочек входит жакет, юбка и три блузки, две белые и одна розовая. Для учениц первых третьих классов добавлены жабой, сарафан. А в комплект для девочек с четвертого по пятой классы вместо сарафана включен жилет. Цвета формы – синий, черный, серый, бордовый. Все ткани соответствуют ГОСТам. Напомним, что в этом году решением Игоря Рудени значительно расширена категория получателей формы. В этом году школьную форму предполагается, что получат все дети из многодетных семей, обучающиеся в школах с первого по одиннадцатый класс. На получение школьной формы могут претендовать дети из семей, которые уже утратили статус многодетной в этом году. Но старшие дети обучаются в образовательных организациях высшего или профессионального среднего образования на территории Тверской области. Но, соответственно, детки младше еще ходят в школу, то мы их тоже обеспечиваем школьной формой. Кроме того, по поручению губернатора в перечень включены опекунские приемные семьи с тремя и более детьми. Также будет обеспечена помощь школьникам, прибывшим в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик. Если форма не подошла ребенку, например, по размеру, то ее можно будет обменять. Для этого в течение 30 дней следует написать заявление в адрес школы. Дополнительные реестры будут формироваться до 31 августа и до 30 сентября. То есть, если получатель еще не включен в списки, необходимо сообщить об этом руководству учебного заведения.